Дорогие школьники, хочу пожелать вам первого сентября, выдыхайте, самое интересное только впереди, не печалитесь, что лето прошло, у вас еще их будет миллиард, а вот знания надо получать, потому что они в дальнейшем пригодятся. Учитесь хорошо, слушайте маму, папу, семье, и еще раз. Всем привет, это рубрика «Мастер-классы звездой». Сегодня в гостях певица, актриса, автор-исполнитель Люся Чеботина. Привет. Привет. И сегодня мы узнаем, какая Люся Чеботина вне сцены, вне концертов, вне инстаграма и вне обложек журналов. Люся, расскажи, как ты начала заниматься вокалом? Это приходило с возрастом или ты уже с детства осознавала, что станешь певицей? В детстве на уроках музыки в детском садике услышала педагог, как я пою. Не знаю, почему у нее пал выбор на меня, и она сказала, что надо было походить позаниматься. Она со мной дополнительно занималась, справила меня на конкурс, мне было 4 года, и я заняла первое место. После этого я начала говорить в семье, что я стану певицей. Не знаю, почему так произошло, но как-то я все время, с детства, уже знала, кем я буду, когда вырасту. Хотя по факту, живя в Петропавловске и Камчатском, какие там могут быть вообще в принципе реализации? Да никаких. И вот как-то так все в жизни начало случаться, что я реально свои мечты начала просто реализовывать, притягивать. И как-то вот я честно, вот даже спрашивают, как это все произошло, я говорю, я не знаю. Вот как-то вот, как-то да, как-то вот все само. Какая ты вне сцены вообще? Какой у тебя характер по жизни? Характер мне, честно, тяжелый. И несмотря на то, что мама говорит, что в детстве я была очень милым ребенком, сейчас в силу обстоятельств, в силу того, что у меня нет ни продюсера, ни контракта, ничего, я все делаю сама. Я в себе какую-то выдрессировала, знаешь, такую мужскую типа хватку. И даже я вот недавно вспомнила, что я после меня расплакала. То есть вот, как ты знаешь, прям я стала больше такой сдержанной, при этом очень жесткой. Но при этом очень ранимой. И ты знаешь, вот в душе я могу там вообще виду не показать, что меня что-то расстроило. Но на самом деле просто мне внутри все здесь мир рушится. И если мы говорим про меня, какая я в общении с друзьями и в принципе с другими, то я постоянно шучу, прикалываюсь, у меня постоянно какие-то непонятные пранки, подколы. То есть я вообще очень многогранна. То есть на работе я очень жесткая, в жизни, с друзьями. Я, знаешь, такая типа хиха-хиха-хиха, там всякие шуточки. И грязные, кстати, тоже есть. Ну а, конечно же, в отношениях, если бы они были, я очень, знаешь, такая вот именно понимающая. Вот, там пытаюсь всегда всем помочь, там найти свой путь истинный. А Люся, расскажи о своих предпочтениях в музыке. Кого ты слушаешь в машине, кто у тебя играет в наушниках? Ты знаешь, это по-разному. Это могут играть какие-то нью-скул русские исполнители. Потом это может быть какая-нибудь Ирина Дубцова или Аллегрова. А затем это все заканчивается у Wild Snack, там, из C-10. То есть вообще абсолютно в музыке я меломан. И у меня нет каких-то таких, знаешь, предпочтений. То есть у меня есть как и симфонии, так и оперные произведения. То есть вообще, в принципе, у меня нет никаких рамок. Наверное, поэтому мне проще писать музыку, потому что у меня есть очень много мотивов в песнях. И все думают, ой, там, классный хип-хоп. А на самом деле я вдохновилась там симфония Калиникова. То есть, знаешь, как бы, мне кажется, что самая такая большая часть, неотъемлемая для композитора, это быть меломаном и понимать, что вообще, в принципе, происходит в каждой из культур. В каком стиле ты пишешь музыку? Ты знаешь, я очень долго себя искала, не могла найти себя, в принципе, на рынке. Я не знаю, как это правильно сказать, да, в шоу-бизнесе. Не понимала, где мое место. Вроде бы вокальные данные есть, но ты же не можешь петь постоянно попсовые песни, да, и все будут с этими одинаковыми попсовыми песнями. И как-то я вроде бы пишу о них хорошие песни, но вот они просто хорошие. И как-то мы сидели на студии, вот у меня есть друг Диджи Давид, очень талантливый саунд-продюсер. Он написал бит, и мне начали ложиться слова, и это получилась попсовая песня. И он говорит, а давай попробуем речитативом. И я понимаю, что это уже перерождается в хип-хоп. И так родился трек «Забери меня домой». Дальше, когда мы уже все сидели, записали, он показывает еще один бит. И опять у меня все просто как полилось. Он показывает мне, как правильно где-то зажать, где-то прижать, какие где длилось. Итак, сегодня мы приготовим лососи на гриле. Для этого нам понадобится уже очищенный лосось. Мы его замачиваем в масле и держим 2 минуты. Далее мы добавляем соль и перец по вкусу. Мы делаем соус, нам понадобятся сливки. В сливки мы добавляем горчицу. И надо добавить соль и перец по вкусу. Итак, у нас готов наш соус. М-м-м-м, как вкусно пахнет. И сейчас у нас уже готова рыбка. Надо осталось его только полить. Рыбку. Вот кто это будет держать? И-э-э. Давай. Мы приготовили сегодня вот такую вот рыбку. Лососи на углях, приготовила Люся, да? И Люся будет есть. И Люся будет есть. Кто приготовил, тот и поел. А ты густ. Я буду смотреть облизываться. Может, ты мне его густишь? Давай, сейчас. Это прям очень вкусно. Прям очень-очень-очень. Ну все, я тебя угостила. Как бы ты можешь разговаривать? Да, да. Лососи, щеботина, Настя Годунова, мы рекомендуем. Я теперь еще могу сказать, что я отлично наблюдаю, как люди готовят. И отлично это пробуем. Рыба на углях просто бесподобна. Сочетание сливочного соуса с этой золотистой корочкой. Она прям тает во рту. Лимон. Господи. Ресторан Костер. Это очень вкусно. Я передать вам не могу, насколько я равнодушна к рыбе. Тем более после ситуации с Дорадой, когда меня увезли на скорой из ресторана. Это очень вкусно. Потому что бывает приготовить рыбу очень вкусно, но она с костями. И один раз я так ела Дораду, и у меня кость встала в горле. И меня увезли в итоге в больницу на скорой. Но я вам, как любитель, который всегда говорил вечно, что рыба – это зло, говорю, что это невероятно вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова